До 1 января следующего года предельная цена сжиженного нефтяного газа в розницу остается прежней. Подробности в нашем следующем материале. С 5 июля Агентство по защите и развитию конкуренции ввело временное регулирование на сжиженный нефтяной газ для автомобилей на заправочных станциях. Фактически предыдущее установленное регулирование продлевается до 2023 года. На территории Павлодарской области установлена предельная цена на 1 литр жиженного нефтяного газа, 70 тенге. Те заправки, которые расположены более 200 километров от областного центра, для них установлено 75 тенге за литр газа. Кроме того, этим же приказом нам, то есть территориальным департаментам, поручено проводить мониторинг работы этих заправочных станций. Если в ходе мониторинга будет зафиксировано превышение предельной цены, то нарушителей ждет наказание. К сожалению, в первом полугодии такие факты предыдущие были. По статье 162 административного кодекса сначала вносится предписание на установку предельной цены. И только в случае неисполнения выписывается штраф физическим лицам до 50 мрп, должностным лицам и субъектам малого бизнеса 100, среднего бизнеса 360, крупного бизнеса 1600 мрп. Но особых сюрпризов спикер не ждет. Практика действия первого приказа с января по настоящее время показала, что и в первую очередь это людям, заправщикам, то есть водителям автотранспорта с газом, для них эта цена устраивала. Ну и газоснабжающие организации, если бы было что-то слишком, то они бы обращались бы с жалобами, но как таковых не было, значит и эта цена их устраивала. К слову, в соседних областях Карганинской, Акмолинской, Абая установлена аналогичная предельная цена сжиженного нефтяного газа в розницу – 70 и 75 тенге. По оценке специалистов, в регионе на сжиженном газе более 10% атотранспортных средств и порядка 40 газозаправочных станций. Мурат Ибилмажит, Алексей Мехедов и это Сахпарат.